Видно, да? По-моему, все остальное тоже. Ну, давайте дальше. Просвещу я вас, что тут творится. Все поняли, это Ким Кардашиан. Дальше слушаем. Доброе ночи, ребята. Изрядно уставший, доклинусь. Сегодня немало верст отмотал я. На трассе мужчина загорелась у пацана, пока тушили ее. Ретарда не работала, спуск крутой. Накладки нагрелись. Диск остывает, да, это барабанда, старый образец. Нагрелись. Аж колесо лопнуло. Накладки. Загорелись. Огонь, подушку поймал. А тут еще и колесо от того, что перегрелось, жара хлопнула. Разорвало его. Вот такой поток воздуха. Ну, сразу вспыхнуло. Хорошо. Молодцы, ребята, шоферодельные обоечки потушили. Да, немножко вот уставшие ребята. Жара, да жара свое дело делайте. И возраст 61 год, эмали скоро будет. Просто вот когда есть хорошие темы, я, наверное, на них не могу пройти. То есть, видите, да, я там фотографию поставил Ким Кардашьян. Я тебе наделал вот такое платье. Ну, сквозняк, короче, скажу так. Пускай меня дамы простят. Там все видно. Ну, и один шейх увидел, спросил, кто это. Арабский шейх. Мусульмане. Сказали армянка Ким Кардашьян. И он говорит, я ей за Кардашьян схожу. Скажите, я за одну ночь 10 миллионов долларов даю. Она приняла предложение. То есть, не отказалась. Вот так бабки зарабатывают Ким Кардашьян больше. А когда говорят, такие как Берт, там себе задницу рвут. О, да вы что, просто красивая женщина, что такого. Вот просто красивая женщина. Сперва подворачивает арабским шейхом. Потом продает эти трусы и помогает твоей армии. Поэтому ты так за нее попрыгаешь. Да, я специально не стер. Я обычно как баню. А баню каждый день, я клянусь. Каждый день. Пять, десять, пятнадцать, порой двадцать человек. Каждый день. А как таракан откуда берутся. Я вот сейчас под роликом моим, который называется, почему армяне покидают Иран. Ну, недавно смотрел, там что-то около трехсот, четырехсот просмотров было. Что, смотрю, шесть или семь уже, тысяча. Я уж не стал, шесть, по-моему, или семь. И вот там некий мистер Ам. Оставил комментарий, я не стер его, посмотрите, кому интересно. И они поймут, номера у них были мистер Ам у этих, у этих мистер Амах. Я прикалывался, прикалывался. Они взяли заявление президенту, написали министру автомобильных дорог, транспорта, начальнику ГАИ Армении. Типа над нами издеваются. Сейчас у них номера арм. А были Ам. Турки вообще над ними прикалывались. Ну, извините, все понимают, да что такое слово Ам. Оно и у узбеков, и у турменов, по-моему. Да у многих, особенно у турков, ассоциируется со всеми другими вещами. Ну, что тут добавить, ребята? Мистер Ам, да он и мистер Ам. Да. Кстати, мне очень близкий человек послал вот эту фотографию. И там написал, говорит, красивая, зараза. Ну, 10 миллионов за нее жалко. Я ответил, а, 10 копейки за нее не дам. В Баку такие красавицы есть. Э-э-э, а какие красавицы в Баку есть. Нигде в мире я их не видел. Да, ну, ладно. Потому что нация чистая. Не шуртувателось ни с кем. Вот тут статья интересная появилась. Это такой есть Максим Шущенко. Вот он против Маргариты Зимонян выступил. Там, по-моему, и фото есть. Ну, я так сонный не стал сильно присматриваться. Он рассказывает, как армяне переливают русским детям ненависть. Это вот выставлена вся информация на детском канале, позиционирующем себя как направленный на популяризацию духовных, нравственных и этических ценностей. Для меня вот не доходит, да, это дико для меня. Где тут духовные, какие-то высокие материи, нравственные, этические, эстетические, я не знаю. Кое-кому на русском языке можно говорить все, что угодно. Даже включая то, что называется пропаганда, в кавычках называется, пропаганда этнической расовой ненависти среди детей и подростков. Вот этим занимается Маргарита Симоньян. Как там она назидала, это Маргарита Симоньян? У русских для сохранения Родины в ее нынешнем виде нет другого пути, кроме как больше рожать и больше ассимилировать. Не гнать от себя, не пугать, не везать метро, а плавить в одну общую культурно-русскую массу. Заметьте вот внимательно. С христианской верой в пока еще не существующий единый российский народ всех нерусских, рожденных и выросших на этой нашей земле. И опять приписывает христиан. Плавить всех нерусских в одну массу. Ну, не понимаю я эту даму. Ну, начну с того, что это же, это та самая, по-моему, да, довольно-таки нашумевшая дама, Симоньян, которая развела. Как этого было там, Геос Саян, да. У него жена тоже актриса была, сейчас не вспомню фамилии. Популярная такая актриса. С детьми оставил ее из-за этой вот шмари. Плюс я помню, это же никто не будет отрицательно громогласно в листвах массовой информации объявила. Я не помню, чемпионат был. Я футбол, ребята, не люблю. То есть, то ли чемпионат был, то ли сборная играла российская. В общем, она сказала, что, коль они выиграют, я с каждым членом, вот я цитирую дословно, с каждым членом команды лично пересплю. Не знаю, ребята, выиграли они, по-моему, переспала, не переспала, или не выиграли. Ну, там разберется, кто в футболе что-то лакшит. Я далек от футбола, я всегда об этом говорю. Не люблю этот вид спорта, не нравится мне. Так вот, она когда говорила с каждым членом, она как раз-таки имела в виду то, что имела в виду. И куда этот Геосян смотрит? Или Гео Суян? Вроде приписывает себя кавказцам, хотя ничего кавказского во нем нет. Ну, ладно. И вот плавить всех нерусских в одну массу, не знаю, ребята. Начинать, по-видимому, решили с дюрок, с мусульман, в частности с азербайджанцев. Такой вот пост выставил на своем телеграм-канале известный российский журналист Максим Шевченко. Вообще молодец, здравый. То есть возмущение журналиста вызвал мультфильм, обнаруженный им на детском Ютуб-канале. И как он называется, думаете, дерево? А сколько теленков пишите? Уже я не знаю, Ленушка с козлом там всяко переначили, Золушку, Снежную королеву. Я недавно смотрел Золушку, да порноха какая-то. Вот такой прекрасный детский мультфильм. Да, вот в Маугле можете там что-то сделать. Это ваша тема. И вот этот канал с пятью с половиной миллионов подписчиков, оказывается, проводит среди пропаганду чистого расизма, ксенофобии, шовинизма и фашизма. Ну вот послушайте, такой диалог, из выложенного на канале мультфильма, на детском канале. Дедушка. Простите. То есть дедушка объясняет внуку. Это дедушка говорит. Уничтожая на своем пути все живое, тюрки разрушали на своем пути города и села, перзов, армян и ассирийцев. И захватив великий греческий город, Константинополь назвали его Стамбулом и сжилали его в свою столицу. Внук. Их невозможно было остановить, деда. Деда. Кто-то рождается, чтобы творить, строить, любить. А кто-то, чтобы разрушать, ненавидеть и убивать. Автор фильма, о чем вы думали, конечно, обменит. Некто робится океанцем. То есть характерное окончание фамилии автора подобного безобразия меня лично совсем не удивляет абсолютно. Удивляет, что это выставлено на детском канале и с таким огромным количеством подписчиков. Пять с половиной миллионов – это не просто так, э, не хохли-мохли. Детский канал, который позиционирует себя как, ну, в кавычках, скажем, образовательный, направленный на развитие интеллекта подрастающего поколения. Популяризацию духовных и нравственных и этических ценностей. Где эти ценности? Этические, этнические, нравственные, духовные. Ничего я не вижу тут. Пропаганда, да, шовинизм, да, жажда с больной на головы, на, вернее, здоровой, со здоровой на больной перегрузить, да, есть. Что ж, тогда забота о чистоте, в кавычках, русской нации и пропаганда, поручена в Россию, в России человеку с фамилией Симоньян. Неудивительно, что ненависть турецкому народу пропагандируется армянами на, как заявлено, детском интернет-ресурсе. Где открыто, не вызывая никаких вопросов у хозяев теремка, интересно, вот мне сейчас, расплавилась ли сама Маргарита Симоньян в общекрультурную российскую, русскую массу. Что-то я не вижу ее уважения к русским. Есть множество ее высказываний, статей, но это, ребята, другая тема. Честное слово, засыпаю. Просто я здесь, я с вами, не теряйтесь меня. Да я и сам не потеряюсь. Удачи всем. Продолжение следует...